Дорогие друзья, этим ненастным мартовским деньком я рада приветствовать вас в аэропорту Домодедово. Здесь я нахожусь с пересадкой, лечу я в Санкт-Петербург. И хотела вас спросить, а знаете ли вы, что в этом году международному аэропорту имени Ломоносова, аэропорту Домодедово, исполняется ровно 60 лет? День рождения аэропорта Домодедово, 7 апреля 1962 года. Идея создания этого аэропорта принадлежит Совету министров СССР. Указ был издан еще в 1954 году, а вот в 1962 году этот аэропорт был уже построен и его запустили в эксплуатацию. Сначала здесь выполнялись грузовые и почтовые рейсы, а уже в 1964 году самолет Ту-104 доставил первых пассажиров в Свердловск. Аэропорт Домодедово знаменит тем, что здесь построены две взлетно-посадочные полосы на расстоянии двух километров друг от друга, что позволяет одновременно производить операции по взлету и посадке самолетов. В 2000-х здание аэропорта реконструировалось и продолжает совершенствоваться и достраиваться по сей день. Вращающиеся двери с кнопкой замедления обилия пандусов будут удобны для людей с ограниченными возможностями, для женщин с колясками и для проноса багажа. По прилету в зоне получения багажа можно приобрести билеты на Аэроэкспресс, платформа которого находится в шаговой доступности от аэропорта, где за 400 рублей электричка доставит вас до Павелецкого вокзала. Изящность металлоконструкции и обилие стекол делает здание легким и воздушным. На первом этаже ощущается такая динамика. Люди спешат, суетятся. Здесь находятся стойки регистрации в огромном количестве и аппараты саморегистрации. Место встречи, которое изменить нельзя, она же исправочная. Мне очень понравилась выставка ретроавтомобилей. Это автомобили 1910-1930-х годов. Все машины отреставрированы в хорошем состоянии. Про каждый автомобиль есть такая стоечка с информацией. Много-много очень автомобилей, и мотоциклы, и какие-то баги. Кстати, красное Рено, я покажу его стрелочкой, это первый личный автомобиль в СССР. Его вывез из Франции Владимир Маяковский. В подарок своей даме сердца Лилии Брик. Она сдала на права и стала первой автоледи в СССР. На втором этаже, наряду с залами ожидания, сувенирными магазинчиками, газетными киосками, находится еще одна выставка, посвященная Михаилу Васильевичу Ломоносову, имя которой присвоено этому аэропорту. Такая легкая воздушная инсталляция посвящена открытиям Ломоносова в области химии, физики, аэродинамики, астрономии и показанной современной области применения его достижений. Светом подсвечиваются стойки для зарядки гаджетов. Зарядить телефоны можно и в кафе. Около каждого столика там находятся розетки. Здесь же можно перекусить в ожидании самолета или просто посидеть, поразглядывать витрины магазинчиков, киосков, ресторанов. Вот это, кстати, ресторан индийской кухни «Паприка». Я все время разглядываю здесь замысловатые узоры на стенах. Вот такой шикарный слон зазывает посетителей. Но ресторан, кстати, очень и очень недешевый. Более дешевые варианты для перекусов будут в подобных кафе, хотя дешевыми их тоже не назовешь. На вид все очень красиво. Я сейчас приостановлюсь посмотреть цены. Ну вот, гарниры 275, почти 300 рублей. Котлетки и другие мясные блюда от 350 до 450 рублей за 150 граммов. Можете поставить на паузу, посмотреть цены. Здесь есть все, и на любителя восточной и русской кухни, и грузинской кухни, и сладкоежкам. Только доставай деньги. Я взяла пакетированный чай с лимоном за 190 рублей. Это полкотлеты. Вот это, по-моему, самое недорогое кафе. Для тех, кто с детьми, около кафе Муму есть детская комната. Здесь можете поиграть с ребятишками. Есть тут и комната матери и ребенка, но она мне почему-то не попалась по пути на посадку. Спасибо тем, кто виртуально погулял со мной по аэропорту Домодедово. Напишите в комментариях, в каких аэропортах были недавно вы, и что интересного там увидели. А я лечу дальше, в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. И следующие мои репортажи будут из Санкт-Петербурга. Оставайтесь со мной. Продолжение следует...